Ну а сейчас, собственно, начинается момент истины, знаете, вот в каждом закалённом стекле есть точка, да, куда-то там щёлкнет, оно рассыпется, вот сейчас вот та самая точка. Я буду исполнять классическое, наиклассичнейшее из произведений. Значит, когда-то было время, мы с Евгением Николаевичем его играли, вернее, я играл, Евгений Николаевич подыгрывал, как водится, первые премии, вторые, вторые, знаете ли, да? Это переложение для гитар, каких-то других музыкальных инструментов, я уже в памяти теряется всё. В общем, маленький ликбез такой, маленький экскурс в мус-литературу. Значит, в своё время, в своей, как говорится, стране, в своём, так сказать, ареале обитания жил, так сказать, композитор Монти, понимаете ли, и в своё время он сподобился написать, значит, по мотивам известной венгерской народной песни без слов. Он написал произведение Чардаш. Чардаш Монти, Монти Чардаш, это слово сочетание мы слышали давно и слышим всегда, знаете, чуть ли не на похоронах играют уже эту известную мелодию. Ну, мало кто знает, под каким, скажем так, морально-этическим спудом написано это произведение. Во-первых, произведение трёхчастное. Не, я не повторю, не надо, потому-ка я уже забыл, что я говорил до такого. Значит, произведение написано в трёх частях. Первое, «Аллегра нонтроупа» называется, и рассказывается о том, как подневольные австро-венгерские, знаете ли, низшие классы угнетаются австро-венгерскими высшими классами, они практически со скоростью вентилятора бегают по буковому лесу, гоняясь друг за другом с дрекольём. Ну, понимаете, это, собственно, теме борьбы австро-венгерского народа просто против австро-венгерского игоря посвящена первая часть. Забыл, как её назвать. Вторая, вторая, «Анданте кон мотто». Это требует особого перевода, желающие могут зайти в социальные сети, спросить, и получат много разных интересных ответов. И вторая посвящена теме размышления бегающих по буковому лесу народов о смысле жизни, о бытие, откуда, куда, за что. Третья тема – это беспримерное модератное состенуто с такими, я бы сказал, прендуиндансатонтовыми вставками, знаете ли. Это всё по-чёрненьким, по-чёрненьким, такая пентатоника, знаете, развития. Она рассказывает о том, что наступает, собственно, момент истины для этих народов, бегающих по буковому лесу, потому что приходит листик, и нахренки, и дренифи, и всех оттуда выгоняет. Лес чист, собственно, вот на такой надеждной высокой ноте, и заканчивается чардаш Монти. Монти в своём чардаше. Хотел сказать то, что вы сейчас услышите, что сделает Леонид Александрович Сергеев, исполняя это классичнейшее произведение. Я очень долго тренировался, репетировал, знаете ли, аппликатура правой руки. Я думаю, что классические музыканты, присутствующие здесь в огромном количестве, понимают, о чём идёт речь. Евгений Николаевич Быков скромно взялся саккомпанировать. Итак, Монти, чардаш, переложение для полутора гитар с одним солистом. Как солиста приветствует, в консерваторе. Все нормальные классические музыканты полчаса настраиваются перед концертом. Глубок в буфет можете сходить. Так же. Играет музыка 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 Играет музыка